Снежные сугробы, как на этих кадрах архивного видео, в последние годы на Брещене становятся редкостью и порой кажется, что пройдет совсем немного времени, прежде чем они станут настоящей экзотикой. Сегодня, на исходе второго зимнего месяца, улицы областного центра выглядят совсем иначе, а температурный фон скорее напоминает либо первые весенние недели, либо середину осени. И тенденция такой теплой зимы с каждым годом, кажется, только развивается. Наша съемочная группа даже решила спросить у Брещен, скучают ли они по настоящей морозно-снежной зиме или уже успели принять и полюбить новые погодные условия. У нас в последнее время зимы все хуже и хуже, снега совсем мало. Мне кажется, что в скором времени наши дети и снега того вообще не увидят. Люблю я зиму. А за что ты любишь зиму? Ну, за то, что в ней можно на санках покататься или на лыжах. А ты любишь зиму? Да, я люблю, потому что можно покататься на санках, на лыжах, на коньках. Больше, потому что это традиционное. Хотелось бы, чтобы было больше снега. Особенно Новый год. Но не сильно морозно и не сильно ветрено. К сожалению, пока порадовать любителей морозов и метели метеорологам нечем. На текущей неделе погода хоть и претерпит изменения, ожидается сильный порывистый ветер и выпадение осадков, но до настоящей зимы все равно будет очень далеко. В течение второй половины недели на большую часть территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега. В субботу снег ожидается местами сильный, в связи с выходом, вот я как сказала, южного циклона. Слабый туман, гололед на дорогах гололедится. В пятницу усиление ветра и в субботу до 15-20 метров в секунду. В пятницу метель, налипание мокрого снега на проводах. Температура воздуха в течение периода ночью минус 1-6, в субботу минус 4-1, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В воскресенье в течение суток от 0 до минус 3 градусов, ночью при прояснениях до минус 5. Но какой бы мягкой ни была зимняя погода, редкие минусовые температуры, на радость любителям подледного лова, все-таки сковывают водоемы области. И рыбаки, с таким нетерпением ждавшие свой сезон, нарушая всевозможные правила и меры предосторожности, а также вопреки здравому смыслу, бодро вышагивают по хрупкому льду. Смерть наступает практически через несколько минут, потому что вода холодная, когда в область затылка, да, затылочная часть, то человек просто теряет сознание и практически там себе помощь оказать не может. Поэтому вот, пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться. В первую очередь, это вот, повторюсь, может быть, к тем, кто любит рыбалку, да, в этот период надо быть очень осторожным. К особой, образно говоря, группе ледового риска относятся дети и юные исследователи, вообще не задумываются о толщине ледовой корки и совсем не обращают внимания на хруст под ногами. Со звуковыми эффектами даже интереснее. И сколько бы раз им не говорили про опасность, спасателям за зимний период не раз и не два приходится снимать малышей со льда в тот момент, когда до трагедии остается несколько шагов. Очень часто, особенно, когда здесь немножко лед встал, это были на каникулах, мы за день со льда сняли 12 человек, детей до 14 лет. Мы называли родителей, родители забирали, двое из них успело провалиться. То есть, как раз мы выехали на выезд под мост и как раз на наших глазах проваливается. То есть, мы все успели, все передали, очень много. И переломить ход такой статистики порой под силу только самому человеку, ведь его безопасность в первую очередь в его же собственных руках.